Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И мы обсуждаем сегодня непростую тему. Назвали мы ее «Игроманов ограничат в правах». Но на самом деле мы поговорим о тех изменениях в Гражданский кодекс, которые вступили в силу с 1 марта. И сразу нашим слушателям разъясню, о чем мы будем говорить. Дело в том, что раньше лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией, могли быть ограничены в своих правах, в дееспособности. Это должно было быть судебное решение, по определенной процедуре принятое. И делалось это для того, чтобы эти люди, например, не распорядились, как самый простой такой пример, не распорядились, допустим, своей квартирой, как один из вариантов. Вот сейчас в эту норму закона внесены изменения, согласно которых и лица, которые имеют пристрастие к азартным играм. Вот таким вот образом сформулировано в законе. Эти лица тоже могут быть ограничены в своих правах. Сразу скажу, телефон студии, по которому можно позвонить, задать свой вопрос, поделиться какой-то ситуацией. 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Также можно написать комментарий, вопрос на сайте finam.fm. И у меня в студии находятся гости, эксперты Джейкоб Хиллер, профессор доктора медицинских наук и доктора фармакологических наук из Швейцарии. Джейкоб, день добрый. Доброе утро. И Анна Грищенкова, руководитель практики разрешения споров ФБК «Право». Анна, приветствую. Добрый день. И вот, собственно, вопрос у меня, первый вопрос у меня будет к Джейкобу. Вот скажите, пожалуйста, сейчас немножко долгий вопрос, для того, чтобы нашим слушателям тоже было понятно. В судах, когда такое дело инициируется в суде, происходит, ну, как правило, обязательно назначается экспертиза. Она определяла раньше, является ли человек алкоголиком или не является. Является ли человек, страдает ли наркоманией или не страдает. Вот сейчас у нас появилась вот эта вот формулировка, привязанность к азартным играм. Каким образом можно это установить? Вот у конкретного человека, как можно установить? Просто ему нравится или это уже действительно болезненная привязанность, при которой он готов продать ту же самую квартиру или вынести из дома имущество, продать его для того, чтобы снова пойти поиграть. И неважно во что, кстати, в казино это, автоматы, это могут быть разные азартные игры, как говорит законодатель. Вот как это определить, Джейкоб? Очень сложный вопрос. У меня есть, конечно, ответ. Но я начну с тем, что в мире подход, в всем мире, не только в России, что такое наркоман, что такое алкоголик, что такое зависимый, совершенно неправильно. И, соответственно, и лечение, и диагноз неправильный. То же самое, что игроман. Это думать, что человек ненормальный, у него импульсивное поведение, ему нравится играть и так далее. Все это неправильно. А как правильно? А как правильно? Я сейчас объясняю. У нас в мозге миллиарды клеток сообщают информацию между собой с помощью вещества, которые называются нейротрансмиттеры. Есть примерно 30 важных нейротрансмиттеров. И слышали из них эндорфин, серотонин, окситоцин и так далее. И вообще-то наша душа, наша психика, наше поведение, это все уровень этих веществ. Что-то не хватает, серотонин не хватает. У человека депрессия, апатия. У человека повышается эндометий диаспиртат, он раздраженный, психотический и так далее. Когда четыре друзья зашли в казино, играли 15 минут рулету, вышли оттуда. Три забудут про это, а четвертый вернется. Почему у этого четвертого, вовремя игры, при процессе игры, определилось в мозг огромное количество веществ, которые дают наслаждение. Это окситоцин, это гормон оргазма, это, кстати, выделяется при родов, тоже у женщин. Это серотонин, который дает ужасное, приятное ощущение. Огромное количество эндорфинов. Энд по-латински внутренний, морфиум, это морфиум. У нас наш мозг выделяет 16 разных видов морфия. Все эти сочетания этих веществ, которые вызывают наслаждение, вызывают того, что этот человек в следующий раз вернется, но он еще не зависимый. Но после 2-3-4 раза на вишене, казино или там любые азартные игры, при процессе игры, когда выделяется такое огромное количество этих веществ, дающих наслаждение, удовольствие, эуфорию, до оргазма, я не преувеличиваю, тогда у них развивается процесс другой, как и у алкоголиков. Что такое алкоголик? Алкоголик – человек, который накапливается вещества, как реакция на присутствия спиртного. Это может быть 50 грамм он пьет всего лишь. Энметиль, диаспирсат и глутамат. Это есть у всех у нас. Есть мозги, это необходимо, не в трансмиттере. Если я выпью раз в неделю, я не буду алкоголиком, но если я выпью каждый день или через день, 50 грамм всего лишь, я через 2-3 месяца буду алкоголиком. То же самое у игроманов. Если он будет несколько раз играть, у него накапливаются вещества, как энметиль, диаспиртат, глутамат, группа эндорадоэнергических веществ. Эти вещества уже вызывают страдания. И для того, чтобы он успокоился, ему надо еще раз пойти играть. Точка. Это уже физическая, биохимическая зависимость. Нет только никакой психологической. Эти люди, кстати, у них IQ, интеллигенция выше, чем у нормальных людей, в среднем. Это очень умные люди. Он знает, что он пойдет и проиграет. Проиграет последние деньги. Деньги отца, деньги, то, что надо купить дом или что-нибудь такое. Но он не может уже отказаться, он настолько физически зависимый, у него физические страдания. То есть на уровне химии, да? Биохимия мозга. Прямо так. Но это настоящая биохимия мозга. Мозг страдает. Мозг требует. Пожалуйста, поймите, алкоголик не пьет для удовольствия. Он пьет для того, иначе он страдает. Если сегодня 8 миллионов алкоголиков в России, что они пьют? Вот французское вино, марочное, не уходят. Не, не, они пьют самую дешевую самогонку или самую дешевую водку, потому что иначе они страдают. Наркоман не берет 6 раз героиню, чтобы наслаждаться. Это ошибка огромная. Если он возьмет 4 раза, он будет страдать. У него вещества, эндорфин, нораденергические вещества в таком уровне мозга, что если он возьмет 4 раза героиню, он страдает. Так что нет правильного понимания, что такое зависимость. Вот правильно, Джейка, прошу прощения. Я сразу как юрист, поскольку эти изменения мы так или иначе увидим в судебной практике, у меня сразу возникает вопрос. Вот на каком-то этапе вы можете определить, человек он зависим уже или он пока играет, например, 3 раза он в карты сыграл, он, конечно, все проиграл, но он еще независим. А вот в четвертый раз все, вот возникает зависимость. Я вообще, извиняюсь, перебила и Анну вдобавок, я вообще вот из рассказа сейчас Джейкоба думаю о том, что в принципе таким образом можно зависимость, ну, я не знаю, там, тест-полоски, например, да, или какие-то химические анализы, возможно это или все-таки нет? Нет, к сожалению, нет, к сожалению, нет, потому что все то, что я упоминаю, эти вещества окситоцин, эндорфин, они в мозг находятся, они не в моче, они не в крови и невозможно, и нет такой объективной возможности проверить. Это только, когда беседуешь с человеком и спрашиваешь правильные вопросы, и знаешь, что можно определить физической зависимостью. А что с вами происходит, если 5 дней вы не играете? Что? А он описывает точно, как он страдает, физически страдает, он ничего не может делать, нарушается концентрация, все нарушается, у него ужасные ломки, страдания, психологические ломки. Вот могу сказать, что, например, на сайтах в Америке есть анонимные алкоголики, а есть, например, анонимные игроманы, и есть там перечень из 20 вопросов, условно, которые они предлагают человеку на эти вопросы ответить, для того, чтобы определить для самого себя, собственно, ты уже пристрастен, ты уже азартен, нужно тебе к специалисту идти или нет. Вот у вас что-то похожее, да, как я поняла? У меня совершенно по-другому, кстати, пожалуйста, поймите, в Америке не лечим, американская фирма купила мои методы и торгуется в NASDAQ, в Америке сами ничего они не знают, лечат, никакая зависимость, не думайте, в Европе лечат, ничего не лечат. В Европе, если вы шведская наркоманка, дадут вам героин, чистый героин в аптеке два раза в день, дадут вам квартиру, дадут вам деньги, там, их минимум, крайне не крадите деньги, не будете преступницей, лечить не знают и помогают социально, а здесь, в России, никто не даст квартиру наркоману, боже мой, или алкоголику. Так что лечения нет и в Америке, и подход там грубо неправильный и в Германии, и в Швеции, везде. Это огромная проблема. Сот тысяч людей страдают игроманией, разрушается семья, получается инфаркт, родители получают инфаркт, разводы, сами игроки доходят до ужасной ситуации, но это принимается как какое-то каприза, как какое-то поведение неправильное, он любит это, он не любит это, он зависимый. Он страдает, ему надо помочь, и лекарственно, правильно помочь, не надо угнетать его антипсихотическим, антидепрессивным лекарствами, это все неправильно, это не поможет. Надо наводить порядок в тех нарушениях мозга биохимических, которые вызывают зависимость. Вот это правильный подход. Но, к сожалению, пока еще люди, особенно в России, все можно прочитать, то, что я сказал, кстати, есть сотни научных работ, но на английском. В России мне пришлось научиться очень много языков, чтобы я мог что-то общаться. У нас сложность в чем заключается, Джейкоб? Вот, допустим, есть конкретный, ну вот я рассуждаю как адвокат, есть конкретный человек, который обратился за помощью вот по этой новой норме, да, при которой можно ограничить в правах человека, ну, условно называемый громаной этого человека, хотя мы говорим не о компьютерных играх, но у меня с этим тоже будет вопрос, что касается компьютерных игр, там просто, ну, вероятно, траты меньше, потому что нет необходимости все время в каких-то больших денежных потоках. Ну, а тем не менее, можно ли их называть игроманами? Ну, мы говорим сейчас об азартных играх, как у нас говорит закон непосредственно. И для того, чтобы разобраться в этой ситуации, изначально обращаются либо к, ну, в нашей стране к психологу, либо обращаются, если уже сами уверены в том, что человек действительно страдает зависимостью, видит, что он из дома что-то выносит, продает, деньги, например, зарабатывает не приносит, все спускает в казино, хотя казино в Москве сейчас запрещены, ну, есть, где они существуют. Есть интернет, в котором также можно играть в азартные игры и тратить электронным образом значительные реальные денежные средства. Вот каким образом определить в том числе не только юристу, вот, допустим, мне как юристу или Ане как юристу, а нашим слушателям, у которых, возможно, в семье такая ситуация есть? Я сейчас ставлю этот вопрос, хотя для наших слушателей скажу, что мы перейдем к его обсуждению уже буквально через две минуты, потому что сейчас мы обязательно должны выслушать новости. Напомню, что мы обсуждаем сегодня тему об ограничении игроманов в правах и вернемся буквально через пару минут в эфир. Итак, формула права в прямом эфире. Я напомню, что мы обсуждаем тему игроманов ограничат в правах. У меня в гостях Джейкоб Хиллер, профессор, доктор медицинских наук и доктор фармакологических наук из Швейцарии. И Анна Грещенкова, руководитель практики разрешения споров компании ФБК «Право». И вот до новостей мы обсуждали такой момент, хотя, честно говоря, сейчас сидела, пока слушала новости, у меня параллельно была мысль с того, что Джейкоб рассказал, простите, ради бога, что, в принципе, вот, например, приезжаю я с работы, я устала, у меня плохое настроение, вы говорите, это чистая химия, может быть, мне просто что-то надо какое-нибудь вот это вещество выпить, которое у меня поднимет уровень нужных веществ в моем мозге, и я приду домой уже с хорошим настроением. Вопрос сейчас оставлю открытым, потому что вопрос человеческий такой, не юридический. У нас на линии Тамерлан Кимович Агузаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Мне бы хотелось вам задать вопрос. Здравствуйте. Добрый день. День добрый. Да, да, да. Вот скажите, пожалуйста, мы сейчас с гостями в студии обсуждаем, каким образом практически реализовать вот те нововведения в гражданском законодательстве, которые у нас вступили в действие по поводу людей, пристрастных к азартным играм. А у меня вопроса в целом два. Первый вопрос, почему сейчас внесены эти изменения, с учетом того, что, например, во многих городах, в частности, говорю про Москву, запрещены и казино, запрещены и автоматы игровые, то есть для того, чтобы человек вот в реальной жизни, не в электронной форме, потому что есть еще интернет у нас с теми же самыми азартными играми, собственно говоря, такую зависимость получал, он должен уже куда-то перемещаться, либо это должно быть как-то взаимосвязано с незаконными казино и незаконными автоматами. Вот почему сейчас появилось это изменение в законодательстве, как вы считаете? Алло, Тамерлан, не слышно вас. Разорвалась связь у нас, я надеюсь, что сейчас сможем эту связь наладить. Вопрос действительно остался, я надеюсь, что вот сейчас сможем дозвониться еще раз депутату. Скажите, пожалуйста, Джейкоб, вот кратко, можно ли, допустим, лекарственным, формулакологическим способом, немножко отвлекусь, регулировать действительно настроение человека? Настроение, конечно, можно, но невозможно. У каждого захотелось бы, чтобы всегда был веселый, радостный. Это непрактичный вопрос. Сейчас сделать замечание. Было бы хорошо, если я прихожу домой и выпил бы одно из этих веществ. Эти вещества выделяются в мозг. Их нет. То есть невозможно вот в такой форме как-то принять? Нет, нет, можно. Допустим, если будете кушать много шоколада, выделяется очень много эндорфинов, вы наслаждаетесь, но поправляетесь. Сладко пишет, выделяет очень много этих веществ, но тоже есть результаты. Последствия, скажем, не результаты, а последствия на это. Наслаждайтесь, можно наслаждаться и получать эти гормоны, играя в теннис, играя в пикбокс, секс. Все то, что дает удовольствие, смотреть комеды, это тоже дает удовольствие. Но мы сейчас говорим о патологическом выделении в огромных количествах. Что такое мазохизм? Почему никто, вы имеете право, не знают, конечно. Мазохизм, это тот же самый человек, который выделяется у него эндорфин. Когда мне больно, у меня выделяется эндорфин в нормальном виде, чтобы защищать меня, помочь. А у него выделяется 5000 раз больше. Значит, плюс окситотин, плюс другие наслаждающие вещества. Так что, как парадоксально не слышится, с помощью боли он доходит до оргазма и до наслаждения. Потому что у него реакция мозга нетипичная. Патологическая. Патологическая. Он не выделяет их количество, он выделяет их количество, умноженное на 5000. Эти вещества, и в конечном итоге, для него это приятный процесс, боль. Вызывает результат, не процесс, результат приятный. А для нас боль вызывает, страдания, и немножко получаем помощь от этих веществ. Поэтому те люди, которые должны идти к психологам или психиатрам, делать у них заключение, он зависим или нет. Я им не совсем завидую, потому что большинство психиатров и психологов не понимают то, что я сейчас объясняю, что это зависимость, это биохимический процесс, изменение мозга. Не зная вот этой теории, то, что я объяснил. Можно зайти в гугл, даже на русском, напечатать. Потом физиология зависимости и видеть эти сотни работы, которые были сделаны на основе моих теорий. И они показывают однозначительно, как развивается алкоголизм, как развивается наркомания, как развиваются другие зависимости. Но, к сожалению, это не делается. Сейчас же проще, можно зайти в гугл хром и переводить то, что на английский или на испанском, и читать на русском. Конечно, это не русский сами, чистый. Тогда такое можно прочитать, пользуясь электронными переводчиками. Достаточно неплохой перевод. Я просто для интереса пробовал. Так что знать новейшие теории, что такое зависимость вообще, в общем. Почему смотрят на алкоголика, как человек наследственно он это получил, ему это нравится, он психопат, он ненормальный. Все это неправильно. Женька, можно я как юрист опять возвращусь? Просто меня шокировала статистика по поводу того, что суды, например, если получают заключение экспертизы о том, что человек психически нездоров или пристрастен к алкоголю, они тут же лишают или ограничат его дееспособности. То есть есть прямая зависимость между заключением и решением суда. И повторная экспертиза никогда не назначается. Правильно я вас поняла, что это неправильный подход в том плане, что человек может быть неправильно его признают зависимым, и может быть есть возможность каким-то образом ему помочь? Нет, нет. Правильно признаете его зависимым, но неправильно потом лечит и думает прогнозы. Он на всю жизнь. Алкоголик не бывает бившего алкоголика, бившего наркомания не бывает. Это все построено на незнании. Пожалуйста, поймите, это ужасная трагедия для тех людей, а их миллионы. Можно вылечить алкоголизм. Не лечит, вылечит. Это огромная разница. Лечит здесь, дают огромное количество психотропных лекарств, антидепрессантных, успокаивающих, но это не лечение. Но можно навести порядок в тех нарушениях мозга. Это за полтора часа. Никаких чудес нет. Это сотни научной работы доказывает. Если кто-то зайдет на сайт моего сайта, можно открывать эти научные работы. Джекоб Хиллер, в любой поисковой можно найти сотни доказательств. И что? Не надо дать заключение, что он на всю жизнь будет алкоголиком. Это неправильно. Можно его вылечить за короткое время. Наоборот, через два дня вернуть его в нормальный образ жизни, чтобы он работал, в футбол играл, наслаждался, женился и так далее. Джекоб, вот вопрос сразу такой. Мы обсуждаем сегодня игроманов, хотя в любом случае у нас параллели с алкоголиками, с наркоманами. Более того, одна статья теперь все это предусматривает. Но все, что вы говорите, это действует в случае, когда человек хочет вылечиться от этой зависимости. А предположим, меня сразу как юриста волнует другой момент. Далеко не всегда человек от этого хочет вылечиться. И у нас родственники хотят обратиться в суд для того, чтобы ограничить в правах человека пристрастного к азартным играм. Вот по новому законодательству. И к вам, к примеру, на экспертизу, то есть вы сказали, что химическим образом, несмотря на то, что это в принципе химия, но мы не можем выделить эти вещества, там и каким-то химическим экспертизам провести, есть нет у человека и дать свое заключение вот таким образом. Мы все равно должны его как-то опрашивать, расспрашивать. Он нам будет что-то отвечать, ну не нам, естественно, а эксперту. И уже исходя из его ответов, можно сделать вывод о том, страдает ли он зависимостью, да, вот пристрастием тем самым к азартным играм или нет. Но вот предположим, что к вам приходит человек на экспертизу такого рода, который не хочет вылечиваться, не хочет. Ему нравится вот та химия, которую вы нам объяснили и рассказали. Он, наоборот, хочет продолжать дальше играть, ну и, видимо, тратить как-то имущество семьи и иным способом ущерб, причинять уже своим близким родственникам. И он, соответственно, вам не говорит правду. Все, кстати, все зависимые, алкоголик, наркоман, неважно кто, говорят только 10% правду. Так что ожидаешь, что придет. Это редко бывает, что человек приходит. Помогите мне, я наркоман, я алкоголик, я зависимый на азартные игры. Есть такие, но мало. В основном они отрицают, не признают или не понимают. И все вместе вызывают того, что человек не приходит на лечение, потому что они разочарованы. Их 10 раз лечили. Закрыли в каких-то заведениях месяц. Кормили огромное количество лекарствами, которые утупляют, извините за выражение. У них мимика исчезает, слюна течет. И говорят, мы вас вылечили, ничего не вылечили. В этом проблема. Они уже не хотят такое страдание проходить. Они не знают, что есть настоящее лечение, короткое. Что можно их... Только случайное совпадение. За месяц последний мы вылечили, в моей клинике, в нашей клинике, 11 зависимых. Ребята, которые проигрывали все имущества, отца, дяди, все, все, все. Это именно к азартным играм вы говорите сейчас? Азартным играм, да, да, да. Они признались этим. Они, в смысле, признали к родителям и искали помощь. И нашли нас через интернет. То есть это люди, которые все-таки сами пришли? Сами пришли. И так невозможно заставить ни в коем случае. Потому что это никакая процедура. Первоначально полтора часа внутрь вены. Потом надо, он должен таблетик глотать, их два месяца. Эта таблетик, кстати, только помогает. Он спит хорошо, чувствует хорошо, настроение нормальное. Он не страдает и живет нормально. Уже через два дня он может работать, спортом заниматься и так далее. А если через два дня? Мне просто интересно даже не столько как юрист, хотя в голове у меня есть один юридический вопрос. Мы его обязательно обсудим чуть позже. Но если через два дня или через месяц этот человек пришел в то или иное игровое заведение, я сейчас не говорю, где он в нем оказался, не обсуждая вопросов, каким образом он в нем оказался или куда поехал для этого. Но вот он пришел в это игровое заведение. Или если мы говорим об алкоголике, он пришел на какое-то событие, на котором алкоголь имеется. Ну, если этот человек наркоман, так или иначе, тоже столкнулся с этой ситуацией. И все то, что раньше вызывало у него вот такой химический процесс, о котором вы говорите, становится ему доступно в этот момент. Вот есть ли у вас какая-то статистика? Я даже имею в виду не только ваши личные и вашего метода, а в принципе в общем и целом. Если человек вроде бы вылечился или, вы говорите, действительно вылечился, может ли он потом устоять? Конечно. Вот самый лучший пример. В декабре последнем, перед Новым годом, мне лечили 48 алкоголиков, тяжелых алкоголиков. Ни один из них на все эти праздники, на все эти причины, которые там были обстоятельства, что ты должен пить, иначе не мужчина или не женщина, никто из них не выпил. Они же сидели со всеми, те, которые пьют. Значит, не то, что я их кодирую или пугаю, просто мозг не хотел. И мозг был безразличен к этому. Наркоманы, они могут один раз попробовать, видят это как вода для них, и больше не пробуют. Игроман может почувствовать отвращение, когда пройдет рядом казино. Это не чудеса. Пожалуйста, поймите, нет чудес в медицине. Это знание медицины. Это ты должен уважать свою профессию, изучать то болезнь, что ты собираешься, лечит, уважать своих пациентов, и потом лечит. Не всегда так происходит. Не только в России, во всем мире. Что вы бы знали, в Америке 48% операций сердца, шунтирования артерий, ненужные. Ненужные, потому что 60 тысяч долларов больницы получают из 28 хирургов. Так что везде медицина это бизнес. Окей? Но мы сегодня хотим говорить не о медицине, как о бизнесе все-таки. Мы хотим говорить о том, каким образом можно ограничить в правах людей, пристрастных к азартным выиграм. Джейкоб, прошу прощения, буквально пару минут, слушаем новости, возвращаемся в эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему «Игроманов ограничат в правах». У меня в гостях Джейкоб Хиллер, профессор, доктор медицинских наук и доктор фармакологических наук из Швейцарии. Анна Грещенкова, руководитель практики разрешения споров ФБК «Право». И нашим слушателям, я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495. Мы находимся в прямом эфире. Можно задать нам вопрос, можно поделиться с ситуацией, спросить экспертов сегодня мнение по вашему вопросу или ситуации. Также можно написать нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Формула права». У меня вопрос такой. Так получается, что мы сегодня вместе с Анной прям расспрашиваем Джейкоба, потому что то, что он рассказывает, мне лично очень интересно и как человеку, и как юристу, потому что я сразу перекладываю на то, как это можно будет применять, непосредственно при применении вот этой вот статьи, тех изменений, которые мы обсуждаем. Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем, что лиц, пристрастных к азартным играм, теперь в порядке гражданского процессуального и гражданского законодательства, можно признать ограниченные дееспособными, то есть, по сути, ограничить их в правах. И, соответственно, запретить им, там разрешено только совершать мелкие бытовые сделки, например, продать квартиру или продать какое-то другое имущество самостоятельно или бизнес, да, самостоятельно такой человек не сможет. Кстати, есть и процедура, собственно говоря, возврата ему этих прав, тоже в гражданском процессуальном порядке, если будет установлено, что человек вылечился. И как раз вот Джейкоб сегодня рассказывает нам массу интересного. И вопрос у меня следующий. Вы говорите о том, что можно вылечить и алкоголика, одна и та же статья правовая, действуют в отношении людей, которые страдают алкоголизмом, наркоманией, и теперь вот лиц, пристрастных к азартным играм. И алкоголика, и наркомана, и, собственно, вот этих самых лиц, пристрастных к азартным играм, что их можно вылечить. Мы помним, что суды у нас проходят, ну, не два дня явно с момента подачи заявлений и до момента вынесения решения, а есть еще процедура уступления законной силы. Но даже до момента рассмотрения дела. Рассматриваются они в так называемом особом порядке. Как правило, точнее, по практике всегда, хотя в законе не написано, что обязаны это делать, но по практике всегда назначается экспертиза, которая устанавливает, что, соответственно, является ли человек алкоголиком, то есть болен ли алкоголизмом, либо болен наркоманией, либо вот сейчас будет экспертиза, которая должна будет свое экспертное мнение выразить и сказать, является ли этот человек, испытывает ли он пристрастие к азартным играм, и стоит ли его действительно ограничивать в правах. Но получается, что можно в период вот этого процесса судебного, да, что быстрее вылечиться, чем пройти экспертизу, по сути. Правильно получается или нет, Джейкоб? Не только так. Это не пристрастие. Все это неправильное понятие. У меня, я говорю с акцентом, но мои русские отличные. Это не то, что наркоман хочет наркотику. Пожалуйста, поймите, это все грубая ошибка. Наркоман не хочет наркотик, но он страдает без наркотики. Алкоголик не хочет алкогол, но он страдает, ужасно страдает, он может даже умирать. Белая горячка, это когда нет алкоголя полностью. Ты прекращаешь дать минимальное количество алкоголика. Азартный игрок нуждается, иначе он страдает. Вот это обязательно юристы должны понимать, юридическая система должна понимать. Психологи, те, которые к ним придут, ко мне, наверное, мало придут для такого диагноза, должны понимать, что это не каприза человека, это не какое-то поведение неправильное. Но каприз это добровольно, а мы уже говорим о патологической. Это патологическая зависимость, точка, он нуждается, он ужасно страдает. Поймите, вот алкоголик, когда он не пьет, две недели, у него такое накапливается, эти вещества, я не могу сказать, я не могу сказать, это все можно прочитать на сайте сотни работы. Он так страдает, все вещества, которые успокаивают его мозг, эндорфини, сиротонии, не хватает у них, а вещества, которые бесит, мозг накапливается. Я недавно был мужчина, 45 лет, у него бизнес, 5000 рабочих, жена, двое детей, сейчас я каждые две недели захожу в запой. Он что, ненормальный? Он психопат? Он слабоумный? Нет, 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 он зависимый. Он нормальный мужчина, интеллигентный мужчина, он зависимый. Его мозг страдает. Так надо лечить причину, вызываешь, убрать эти вещества, которые накапливались у них. Это надо изучать, как это правильно делать. А принудительно это можно сделать? Нет. Если человек не хочет, и упирается. Нет, ни в коем случае. Вот это меня больше всего на самом деле пугает, то есть я, исходя из того, какую практику я вижу, ограничение дееспособности тех, кто пристрастен к алкоголю, вижу, что иногда этот механизм используется для злоупотребления, например, для того, чтобы ограничить чьи-то права на совершение сделки, там, с квартирой или с каким-то еще ценным имуществом. А что касается азартных игр, мне кажется, это еще более сложная и тонкая материя. Ну, то есть вот человек, например, раз в неделю играет в покер или в нарды и проигрывает деньги, он уже азартен. Ну, для примера, например, я пока нашла только в Австралии подробный 11-страничный документ, который регулирует, когда человек признается пристрастным к азартным играм, и там говорится, что как минимум три месяца должно с определенной регулярностью происходить какие-то события, вот как Джейкоб говорит, там, раз в две недели, например, да, у нас же такого описания нет, и я совершенно не понимаю, вот месяц человек играет в карты, все, его можно уже ограничить в дееспособности, как это будет определяться, как суд будет, то есть назначена экспертиза, кто будет определять. Я бы сказал так, если он зависимый на азартные игры, он не может раз в месяц прийти, он вообще не, если я пью раз в месяц, я не алкоголик, пожалуйста, поймите, если я беру героин, раз в месяц, я не наркоман, если он играет, если он настоящий азартный игрок, он должен каждый раз, что есть возможность, каждый раз, что есть деньги, каждый раз, что есть где играть, он пройдет и будет играть. То есть любая свободная минута при наличии денег будет рваться туда? он отлично понимает результаты, они не дураки, они умные люди, Они знают, что он проиграет. Один раз выиграет, потом десять раз проиграет. Они берут последние деньги. Они понимают последствия отлично. И все равно это делают, потому что это есть ужасная зависимость. Почему девочка 16 лет, на которой дали три раза бесплатно героин, четвертый раз даст все, то, что в ней есть или нет, чтобы получить героин? Потому что она уже зависимая. Она уже страдает. Она не хочет героин для удовольствия, чтобы не страдать. Так что это механизм зависимости неправильно понимается. Это врачи не понимают неправильно. Думают, что это каприза, что она хочет героин. Она уже не хочет, она должна уже принимать через четвертого раза. Это уже абстинентный синдром, синдром отказа, страдания. То же самое и у алкоголика. Если вы случайно будете пить сейчас по 50 грамм, каждый день или через день, торжества всякие, через два месяца вы должны уже пить 70, потом 100, потом 120, потом с утра должны пить. Это закономерность. А вот в отношении игр, Джейкоб, расскажите, тоже интересно. Если человек, допустим, так складываются обстоятельства, не обсуждая, что привело его, но тем не менее он находится в тех же игровых автоматах или в том же казино с достаточно периодичностью, какой-то период времени. Он может, вот как алкоголик, вы сейчас рассказали, да, он может заболеть, по сути, вот этой вот привязанностью, да, болезненной, патологической? Или это тоже зависит от человека? Нет, не все. Это когнитаны. Когнитаны — это рожденные проблемы, реакция на вот такое возбуждение. Когда я захожу в казино лично, я захожу, я чувствую такое неудобство. Мне хочется убегать оттуда. Мне это не нравится. Не дает удовольствия. А они, примерно 17% населения, кстати, чтобы вы знали, это проверенная статистика, они выделяют такие количества этих веществ, которые дают удовольствие, что они хотят еще раз попробовать, еще раз попробовать. Это как героин. Никто не говорит, я начну бить наркоманом завтра. Я попробую один раз. Второй раз тоже попробую. А четвертый раз он уже должен. Жен. Вот тот же самый игроман. Он четыре раза зашел, играл, пять раз он уже должен, иначе он страдает. У него вещества, которые известны очень. Это группа норадренерных веществ. Н-метилдиаспиртат, глутамат. Все это накапливается в мозг, который вызывает страдания. Чтобы это страдание уменьшать, они должны играть заново. Ну, то есть в любом случае, в отличие от той же наркомании и тяжелых, так называемых тяжелых наркотиков, ну, раз мы заговорили, там тот же героин, к примеру, который любой человек, приняв, ну, один-один, другой-два, третий-три, ну, рано или поздно они вот начинают эту болезненную привязанность испытывать. Что касается игроманов, вы говорите, 17%. То есть это, в принципе, не обязательно, что человек этим страдать начнет уже патологически. И, в принципе, это изначально является его, ну, скажем так, особенностью мозга. Особенность мозга. Нарушения биохимические, когнитаны. И у них выделяется огромное количество этих веществ, в отличие от других процентов, большинства процентов населения, они выделяют нормальное количество этих веществ. У них нет пристрастия, не развивается биохимическая зависимость. А у кого развивается, не надо их наказывать. Как наркоманов. Я лечил сотни бивших солдатов, которые, когда были ранены, дали очень много морфию, и они страдали. И посадили их коственно на героин. Ну что, наказывать? Они криминали, они родились криминалами. Лечил девушек, которые просто дали сироп, друзья. Они били богатые девушки, а сироп это был метадон, это страшные наркотики. Посадили их на метадон. И что, они родились, бить наркоманками. Это все надо понимать, что это процесс, который происходит в мозг. Пятый раз она уже должна принимать этот метадон, она с ума сходит уже. Страшные ломки, страшные страдания. Так что надо понимать процесс, как развивается зависимость. Игра азартная, это зависимость. Биохимическая зависимость, которую можно исправить. Наводить порядок в этих веществах, ограничить количество этих веществ, которые делятся, и дать им нормальную жизнь уже в следующий день. Они чувствуют отвращение, проходят рядом в казино, как я говорю. Я вот не просто так спросила, можно ли принудительно, потому что из того, что я сейчас слушаю, что нам рассказывает Джейкоб, мне кажется, что вместо того, чтобы ограничивать человека в права, его надо было бы теоретически полечить принудительно. Но вот сейчас Джейкоб нам пояснил, что, по крайней мере, этой методикой и с этой точки зрения нельзя вылечить человека, который сам того не хочет. То есть в любом случае мы действительно должны использовать правовые механизмы, защищать его близких родственников, которые могут под ударом уже, скажем так, и жилищным в какой-то момент находиться, потому что человек, испытывая вот это болезненное состояние, прекрасно понимая, что он делает, но тем не менее он все равно это может сделать. Что-то продать, что-то вынести, чтобы пойти поиграть. А вот скажите, пожалуйста, Джейкоб, вопрос у меня такой вот на пальцах для нас, для наших слушателей. Расскажите, как можно, по крайней мере, я не говорю о том, как можно диагноз поставить, этим должны профессионалы заниматься, но как можно нашим слушателям задумываться и задуматься о том, что есть основания обращаться, по крайней мере, в суд в отношении их близкого родственника. Я напомню, что только члены семьи могут обратиться с таким заявлением в суд, где это не может быть чужой человек, друг, знакомый, это могут быть только близкие родственники. Но, тем не менее, вот что в поведении человека на бытовом уровне, на пальцах, отличит его от, ну, просто которому нравится иногда зайти, или там, как вы говорили, нравится, может быть, рюмку раз в месяц пропустить на каком-то событии семейном, от человека, который уже действительно патологическую такую зависимость имеет. Это очень просто. Зависимый человек на азартные игры, он играет каждый раз, что есть возможность, он проигрывает всю зарплату или все деньги, то, что у него есть, он заберет долги, проигрывает, он крадет деньги. Это для них уже, поймите, это не кража. Это для них как кислород, поэтому это не стыдно взять у отца или у матери деньги последние и играть на них. Это для них, иначе они задыхают. У них как без кислорода. Это для них спасение, самоспасение. Так что человек, который проигрывает все то, что есть, который берет долги, который все время ищет, а когда нет денег, он ужасно расстроен, он нервный, он не находит себя, он не может спокойно быть дома, не может смотреть телевизор. Это самые лучшие признаки того, что он зависимый. Это не тот, который кайфует раз в месяц, куда-то заходит, играет там полчаса в покер или там чего-то. Так что очень просто. И все знают, родители знают, жена знает, родственник знает, он чувствует на свой карман, на свой... Это очень просто. Это совершенно несложно, не надо всякие диагностические тесты. Родители и близкие этих людей знают очень быстро, что тот человек неправильно ведет себя в этом отношении. Он проигрывает все. Он бегает все время, каждый раз, когда есть возможность. Если даже нет возможности, он может украсть деньги. Даже идут на это, что опасность посидеть в тюрьме уже их не пугает. Зависимость такая уже, страдание такое, что даже посидеть в тюрьме, это уже не только украдут родители деньги. Так что получил ответственность. То есть уже последствия в виде вот этих негативных совершений того, что он совершает, его уже меньше волнует. Важен результат получения вот этих химических веществ, о которых мы говорим в результате игры. Джейкоб, я перебью, потому что мы сейчас обязательно должны выслушать новости. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем тему, которую назвали так, игроманов ограничат в правах. Говорим мы с точки зрения закона о лицах, которые испытывают привязанность к азартным играм. Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, додать ваш вопрос, а мы через пару минут вернемся к обсуждению нашего вопроса. Итак, мы продолжаем обсуждать тему об ограничении в дееспособности и в правах, по сути, тех, кто страдает привязанностью к азартным играм. Напомню, что у меня в студии Джейкоб Хиллер, профессор, доктор медицинских наук, доктор фармакологических наук из Швейцарии, и Анна Грещенкова, руководитель практики разрешения споров компании ФБК «Право». Телефон студии 65 10 99 6, код Москвы 495. Написать также можно на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». Хотела задать свой вопрос, но знаю, что у нас слушатель сейчас хочет задать, видимо, вопрос или поделиться ситуацией. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый день. Значит, я что хотел сказать. Я вот в азартных играх не силен и особо не играл никогда, да, вот этим не увлекался. Но зато у меня большой опыт алкогольной зависимости и табачной. Вот, значит, в данной ситуации я избавился от этого. Там 6 лет уже не курю и 3 года не пью вообще. Но избавился от этого по книге Алина Кара. Вот. И вот система там указывает, что это именно психологическая зависимость. И действительно это помогло. Вот. Что хочу сказать. На опыте на своем. Вот когда я бросал и пить, и курить, на момент, как сказать, прекращения употребления наркотиков данных, я ощутил, что физическая зависимость была очень мала на самом деле. На самом деле вызывало как бы убеждение мое, что мне плохо. По моим как бы убеждениям жизненным, да, как это матричное сознание называется там, вот, и все люди как бы понимают, осознают, как продукт алкоголь или сигареты, вот, как к нему относиться, как это воспринимается обществом, да. То есть когда человек себя ограничивает от этого, он себя плохо ощущает. Сергей, у меня к вам, знаете, какой вопрос? Вот скажите, когда вы, как вы говорите, страдали алкогольной зависимостью, вот вы готовы были бы, например, там, что-то продать из дома, ну, вот, какие-то вещи, как-то нарушить права вот ваших близких людей? Ну, мне вот хватало денег, но уже родственники начинали мне говорить уже, Сергей, ты уже, ну... Ну, то есть они переживали за ваше здоровье, но вы пока еще к ним, грубо говоря, в карман не залезли в тот момент. В карман не залез, но все-таки я вот сейчас вспоминаю, в то время вела я себя достаточно неправильно. Уже, ну, я, как вам сказать, еще такую вещь хотела сказать, что, допустим, зависимыми становятся люди, еще даже, возможно, не употребляя никогда наркотиков. Вот дети, допустим, я очень часто вижу в семьях определенных, где люди пьют или курят. Дети там уже в районе 10 лет, 15, они еще не пьют, не курят, но они будут это делать, потому что их родители так к этому относятся, их окружающие люди так к этому относятся, и дети будут, когда вырастут, там, 18 лет исполнится, 16 даже раньше, они будут пить, это они на 95% будут пить и будут курить. Сергей, спасибо огромное, спасибо большое за звонок и за мнение. Ну, вот смотрите, Джейкоб, человек, который сам говорит, что страдал зависимостью, вы сказали, что он, наверное, относится к тем редким 10% людей, которые, в принципе, признают свои зависимости. Вот у него другая точка зрения, пусть не медицинская, но человеческая. Да, во-первых, он говорит, что все-таки в его случае, как он полагает, все шло именно из головы не в плане химии, а в плане психологии. И второй момент, который мне тоже был интересен из рассказа нашего слушателя по поводу табачной зависимости, раз уж у нас есть возможность вам задать такой вопрос, хотя он к теме, может быть, и не очень относится. Что считаете, Джейкоб? Табачная зависимость – это сильная биохимическая зависимость. У курящих накапливается в нервных окончаниях нервной системы парасимпатический нокотин, который блокирует ацетхолин, и каждый раз, что он не успевает покурить, выделяется большое количество ацетхолина, и человек страдает ужасно. У меня есть патент международный, лечение однозначительно, один укол подкожный и все. То, что Сергей говорит, это, скажем так, и Бог помогает, и молитва иногда помогает. Госпожа Ланкари написала книгу, это помогает, у 20% они бросают, не алкоголизм бросают, бросают курить, но они через 2 месяца 95% возвращаются курить. А вот слушатель сказал, что он уже несколько лет, 6 не курит, 3 не пьет. Хорошо, исключение, всегда есть исключение. Кроме того, он сказал странный вещь, сначала он бросал курить, а потом бросал пить. Это не идет так. Человек, когда курятший, как только выпивает, ему хочется и будет курить обязательно. Да все странно. Или он сказал, что неправильная вещь. Если окружающая среда, там дети, все рядом курят, пьют, обязательно второй ребенок, который присутствует, будет так. Это все неправильно. Я вырос в такой ситуации. Все курили вокруг, все пили вокруг, все били бандитиков, все били криминали, а я нет. Это все неправильно, это ненаучно. Это человек говорит своей душой то, что он послушал на себя, но это не научная сила никакую не имеет. Это эмоциональные слова. Человек может обещать Бога. Бог, я обещаю, не буду пить и не пить. Но такие могут только полпроцента населения. То есть это уже нужно быть сильным духом. А все остальные страдают настоящей физической зависимости. Точка. И на это есть сотни, десятки тысяч научных доказательств. Так что мнение любого умного человека, если он даже профессор по биофизике, ну и что? Вы этого не понимаете. Не имеют права не знать. Давайте выслушаем еще звонок слушателя. Михаил, а у нас в прямом эфире. Михаил, слушаем вас. День добрый. Алло, Михаил, вас не слышно. Слышно меня? Вот сейчас мы вас слышим. Да, здравствуйте. Добрый день. Я бы хотел в первую очередь согласиться с профессором. Очень согласен с ним. И предложить такую другую немножко литератику. Вот смотрите. Для того, чтобы человек первый раз встречается с раздражителем. Ну, то есть, допустим, алкоголь, наркотик, зависимость. Человек, который имеет какую-то строку в глазу, которая возбуждает выделение дополнительных факторов удовольствия. Отсутствие которых потом возбуждает выделение факторов страдания. Так вот, а может быть, заставлять, допустим, кассино и так далее, в первую очередь, самим потом платить за лечение таких людей? Потому что в какой-то степени, если бы не было раздражителя, то не было бы и последствий. Сами понимаете. Ну, интересная точка зрения, юридическая. Да, Анна, что думаете? Михаил, спасибо большое. Очень сложно это как-то прокомментировать. Потому что, на самом деле, ситуации разные. И сколько ситуаций, столько и решений данных ситуаций. Я всё-таки слушаю все размышления. Во-первых, я хочу сказать, что я восхищаюсь Сергеем, предыдущим нашим слушателям. Мне очень интересно слушать Джейкоба, потому что, мне кажется, у нас очень многие либо сами к чему-то зависимы, либо их близкие к чему-то зависимы. Поэтому, конечно, вот живой человеческий интерес есть. Но я, поскольку сталкиваюсь с судебной системой, и я юрист занудный, то я всё равно всю нашу передачу продолжаю думать, а что, если, например, кто-то попробует использовать это, злоботребляя этим? Я имею в виду, люди будут пытаться кого-то из своих близких лишить или ограничить дееспособности из-за того, что, например, будут хотеть получать возможность совершать сделки самостоятельно. И поскольку это такая тонкая материя, и непонятно, как проводить экспертизу в такой ситуации, а суд у нас всегда к экспертизе прислушивается, я вот опасаюсь такого перегиба. Я очень сочувствую всем семьям, которые сталкиваются с такой проблемой. И я скорее за то, чтобы человека действительно стараться лечить, тем более, если есть возможность. Я боюсь как бы вот внесения наших поправок, собственно, ради которых мы встретились сегодня, как бы у нас не породила возможность каких-то злоупотреблений. Дополнительных злоупотреблений. Анна, понимаю, но с другой стороны, слушаю сейчас Джейкоба и думаю о том, что если человека пытаются ограничить в дееспособности, мотивируя тем, что он пристрастен к азартным играм, то человек может пассивно наблюдать за этим процессом, как его пытаются ограничить в правах, пройти экспертизу, что-то. А может, еще до назначения экспертизма говорили о том, что судебный процесс имеет определенную протяженность, скажем так, и до судебного этого процесса он может предпринять какие-либо действия для того, чтобы, ну, в общем, самому, наверное, каким-то образом вот с этой напастью, если она есть, бороться. Ну, а, соответственно, если нет, то доказать это в судебном тоже так же порядке. Не совсем пойму, по-моему, у нас есть еще один звоночек. Алина на связи, слушаем. Алло. Здравствуйте. Добрый день, Алина. Только кратенько, у нас несколько минут. У меня вопрос к профессору Хиллеру. Алина, только прежде, одну секундочку, прежде чем вы зададите вопрос, выключите, пожалуйста, радио, у нас эхо и сложно очень понимать. Слушаем. У меня вопрос к профессору Хиллеру. Если человека сажают на наркотики, чтобы, например, отобрать какое-то имущество, и когда обращается человек к врачам, то врачи не могут установить диагноз, что у человека голова болит, зрение пропадает, галлюцинации видит, и врачи понимают, что это не болезнь. Например, говорят, что наркотики. А вот где, как лечиться в этом отношении, куда обращаться, и как получить экспертизу, что человека сажают на наркотики? Это настолько просто. В моче проверять, есть десятки приборов, даже в аптеках продается, и можно узнать, если тот человек принимает их с наркотикой или нет. Это первое. Во-вторых, есть, конечно, другие наркотики, которые не появляются в простых проверках, но это не трудно для диагноза, и трудно заставить человека бить наркоманов. Это обычно не идет через силы, это идет через уговоры, кто-то стесняется, все принимают, почему я не возьму, подумают, что я не мужчина, или что-то такое. Так что это не идет через, что заставили. С обманом можно, можно подсыпать, можно дать сироп, вот как метадонный случай, который я рассказывал. Но диагностировать это очень легко. Есть разные наркотики, каждый наркотик имеет свой механизм зависимости, и лечение, соответственно, другое. Но диагностировать можно, и можно лечить все виды зависимости, если пациент этого хочет. Невозможно заставить. Это просто бессмысленно. Заставить лечиться. Сам должен понимать. Но как только ты объясняешь правильно, что им ждет, какое будущее ждет, будущее это может быть через две недели, следующая доза героина может быть четыре раза. Почему умирает от передозировки? Не то, что человек взял пятую дозу, ввел себя и умер. Это не так. Ему дали свою дозу, а там, кто распределяет, это такие же наркоманы. Случайно он посыпал там 45-50% вместо 10% героина. И берет наркоман свою дозу и умирает. А так их умирает полтора тысяч в день в России. Так что это огромная проблема. Везде, в России особенно, потому что швейцарский наркоман, это одно. Швейцарский наркоман чистый героин, получает в аптеку, получает в квартиру, получает деньги, чтобы он не крал деньги. Прям какая-то реклама для наших наркоманов из Швейцарии. А здесь умирает люди. На улице умирает, алкоголик умирает, наркоман умирает. И кому они нужны? Они так хотели. Они не хотели так. Это нормальные ребята. Родились нормальными. Они попались в этом. Надо их помочь. Надо понимать правильно. Не надо их привязывать всяким стенкам, бить их, голодать, дать, как... Я слышал, что есть такие, как так лечат. Джейкоб, Джейкоб, я перебью, объясню почему. У нас осталось буквально 50 секунд. Я вижу, на сайт пришло одно сообщение. Но оно такое на хорошей ноте. У нас сегодня 7 марта. Хочется на хорошей ноте. Пишет Кирилл. Он пишет, что он курил с 16 лет, с 13 лет он курил. Минимум 2 пачки в день крепких сигарет. Бросил курить в один день. Просто ехал в машине и выбросил пачку сигарет. Прошло уже 6 лет. Не курю, не тянуло. Вот честно говоря, мне очень хочется все-таки на светлой ноте закончить программу сегодня. Напомню, что мы обсуждали тему ограничений в правах лиц, которые пристрастились к азартным играм. Это очень сложная ситуация. В любом случае, психологам наравне с судом придется разбираться с тем, так это или не так в каждом конкретном случае для того, чтобы действительно избежать тех злоупотреблений, о которых вот говорила Анна. Я напомню, что в эфире была формула права и мы вернемся в эфир на следующей неделе в четверг в 11 утра. Продолжение следует...